В программе визита китайской делегации «Трактор-шоу», которое прошло на полигоне предприятия «Промтрактор». Универсальность, маневренность и точность наших тракторов и бульдозеров проявляется не только на производстве. Наши тракторы рисуют картину, разбивают куриные яйца, забивают гвозди и даже вальсируют. А все благодаря тому, что в модернизированном бульдозере «Четра Т-9» установлена система нивелирования «Лейка». Надежная, удобная, простая во вслуживании. Везде она будет работать. В основном используется на дорогах. Она очень простая, легкая, транспортировка удобная, разбирать его не надо. Шоу для того, чтобы поразить воображением. А если серьезно, то в 2018 году предприятие взяло курс на наращивание объемов производства. Естественно, потребовались дополнительные рабочие руки. С начала года мы приняли уже более тысячи человек. И до конца года у нас в планах еще прием такого же объема. То есть по всем направлениям. Это вагоностроение, литейное производство, тракторостроение, бульдозеростроение. У нас идут увеличения объемов. И мы рассчитываем выйти на следующий год уже на стабильный производственный процесс, который нам позволит не только принимать людей, но и дальше рассматривать повышение заработной платы. В этом году с конвейера уже сошло 110 единиц техники. Это промышленные и сельскохозяйственные тракторы и комбайны. Все те проблемы, которые беспокоили и рабочих, и руководство, они позади. Благодаря эффективной организации менеджмента, наконец-то, сегодня завод вышел на хорошие показатели. Заработная плата растет, объем производства растет, объем реализованной продукции растет. А самое главное и приятное, это, конечно, безусловно, что есть и планы, есть и проекты, над которыми уже предприятия работают. И я уверена, что удастся воплотить все эти проекты, и завод получит и новые мощности, и новые продукции, и, самое главное, новые контракты. Тяжелые машины, среди которых один из самых больших тракторов Т-35, вызвали у гостей большой интерес. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошло заседание Ассоциации вузов Привозского федерального округа Верхнего и Среднего течения Инзы. Такой форум в России проходит впервые. Участники обсудили перспективы сотрудничества в области образования, гуманитарных наук и культурного обмена. Подробнее в программе «Республика» завтра. Продолжение следует...